С приходом тепла саратовские улицы активно заполняют велосипедисты. Из-за моды на здоровый образ жизни ежегодно растет спрос на экологичный вид транспорта. Правда, в Саратове говорить о развитии велоинфраструктуры пока рано. Активисты еще два года назад подготовили изменения в транспортную схему города. Из задуманного реализовано всего лишь 6 километров из зарекомендованных 145, а это меньше 10 процентов. Инфраструктура велосипедная в городе отсутствует. На Рахово есть велодорожки, но до него надо добраться. На сегодняшний день передвигаться местные велоадепты могут в основном лишь в центре города. Один из маршрутов – от детского парка по Астраханской до Второй Садовой с переходом на улицу Рахова. Правда, качество дорожек на некоторых участках оставляет желать лучшего. Довольно странная ситуация на улице Рабочей в районе детского парка. На тротуаре установлен знак «Велосипедная дорожка». И по правилам дорожного движения эта зона предназначена только для движения велосипедистов. Где ходить пешеходам – неясно. Само собой разумеется, что больше там никто двигаться не должен, если это дорожка для велосипедистов. Так называемая велодорожка. Долгое время у нас пешеход и велосипедист вместе приравнивались. Но в последнее время конструктивные особенности таковы, что велосипедист уже создает угрозу пешеходу. Нужно создавать условия для того, чтобы это дело все больше и больше развивалось. У нас это делается, но не на достаточном уровне, я считаю. На мой взгляд, у меня до дома, допустим, 10 километров. Я бы с удовольствием, может быть, на велосипеде до работы доехал, но мне там придется преодолевать такие участки, где достаточно сложно это сделать, не создавая угрозу своей безопасности. Еще один участок на той же рабочей в районе театра драмы. Здесь знаков нет, только разметка. На велосипеде можно покататься и по набережной космонавтов, особенно днем, когда не так много людей. Еще одно излюбленное место не только для велосипедистов, но и пешеходов. Улица Волжская. Четко разделенная территория для обоих участников движения здесь совсем не соблюдается. Правда, эта ситуация особо никого не беспокоит. Мешается, конечно, но если уж мы как бы все в одном пространстве, приходится объезжать. Уже два часа катаемся, проехали по Чернышевской, по проспекту и по Волжской. Прыгаем с бордюр на бордюр. Только здесь вот какая вообще красота. Хотелось бы, чтобы было больше, чтобы по всему вот этому нашему пешеходному кольцу было, и не только, и по маленьким улочкам. Хотелось бы, чтобы мы были спуски к пешеходным переходам на дороге, не всегда они бывают. Приходится пешком это все преодолевать. Я также по дороге еду, где машины едут, ничего, вроде нормально сейчас привыкают. Хотя иногда не замечают, даже были столкновения с машинами. Они велосипед просто не видят. Когда особенно с боковой дорожки выезжаешь, велосипед не замечает буквально. Хотя бы просто дороги убирать. У нас очень много дорог, на которых осколки. Вот практически все. Чернышевского, Мичурина, Кутюкова абсолютно все. А велодорожки? А велодорожки от них тоже толку нет, потому что люди, они по ним все равно ходят. Вот, пожалуйста, там велодорожка, люди все равно по ней ходят. Поменьше бордюров бы, конечно, высоких. Меньше поделать. Это бывает. Едешь там, где велодорожек нет, там высокие бордюры, а тебе приходится либо слазить, либо поднимать велосипед высоко, чтобы переехать. Велосипедная дорожка порядка 13 километров растянулась от села Квасниковки Энгельского района до места приземления капсулы Юрия Гагарина. С приходом тепла здесь появился прокат велосипедов и электросамокатов, но можно приехать и на своем велотранспорте. Правда, при этом жители области отмечают свои неудобства. Сложность для гостей парка «Покорители космоса» заключается в том, чтобы добраться до этой самой велодорожки из Энгельса или вовсе из Саратова. Поэтому, как отмечают велолюбители, этот маршрут больше носит декоративный характер. Идем по асфальту, иди по тротуару, перекурами, передышками, ездим. Отдельно, может, еще какую-нибудь тропиночку, а то не объект, ничего, останавливаешься, переходишь пешком, проходишь. В день космонавтики желающих покататься на велотранспорте было достаточно. Но, как рассказывает представитель велопроката, и в обычные дни людей хватает. Берут все, и самокаты, и велосипеды, и достаточно часто, особенно в выходные дни. Чаще всего едут, конечно, на место приземления, в парк и на капсулу, то есть спускаемый аппарат. Да, ну, иногда по дорожке, по велодорожке в Энгельс. Но велодорожки сейчас самые хорошие, вот на месте приземления Гагарина. Передвижение по городу, ну, для меня вот проблематично, лично для меня, потому что я боюсь вот этих вот столпотворений людей и машин на дорогах. Транспортная схема, подготовленная саратовскими велоактивистами, должна быть реализована к 2030 году. Тогда передвигаться по городу на велосипеде должно быть безопасно. В мэрии в августе прошлого года обещали включить велодорожки в план благоустройства. Что касается отдельных велокаркасов, веломагистралей, на наш взгляд, необходимо в первую очередь сделать на зеленых, уже сформированных наших зонах. 50 лет октября, Астраханская, Рахова, Вторая Садовая, все вот эти коридоры зеленые. Если говорить про наши дороги, есть позиции и мнения, что необходимо делать на дорогах, забрав пространство и сжав наши полосы дорожного движения. Вопрос очень спорный, потому что всегда водитель или владелец автотранспорта, пешеход и тот, кто на велосипеде, всегда конфликт. Нужно найти эту гармонию. А гармонию получится найти, когда будет решен вопрос с дополнительными парковками для автомобилей. А то сейчас велосипедная полоса на проезжей части невозможна из-за узких дорог и припаркованных автомобилей на них.